Драгоценное приветствую все кто будет со мной в молитве а также те кто будет слушать ее в записи и я сегодня молюсь если конкретнее эту молитву я назвал отцы и дети но конкретно я хочу помолиться за пожилых людей А по библейски если сказать то это за зрелых людей за людей которые которые Господь хочет видеть в служении и недавно был день пожилого человека воскресенье и так получилось что мы каким-то особенным образом долгое время провели с моей мамой с папой моей жены И сразу хочу сказать что мама у меня бодренькая женщина 84 года и до сих пор служит молится и ведет небольшую церковь Так вот драгоценное Евангелие о Евангелие книга пророка Малахии 4 глава говорит я верну сердца отцов к детям сердца детей к отцам и здесь Господь показывает знаки последнего пробуждения что это не будет только молодежь Знаки последнего пробуждения когда взрослые и молодые будут вместе поэтому Господи я благодарю тебя что ты показываешь всю сущность твоей Господи церкви твоего тела Христова когда в первом послании Коанна во второй главе ты открываешь то не только В теле твоем в теле твоем в церкви твоей дети отроки юноши но точно так же и отцы и эти отцы не просто пожилые люди а написано что одна категория отцов это люди которые познали изначального которые имеют мудрость которые имеют опыт Движение Господи с тобою поэтому я молюсь Божий вот за таких отцов и конечно же за матерей которых ты поднимаешь вместе с отцами потому что в церкви необходимо материнство в церкви необходимо отцовство и точно так же ты Господи открываешь через апостола Иоанна что это не только отцы познавшие вот это началия но также отцы которые познали безначального у меня Господи всегда поднимается когда я слышу о категории вот таких отцов сразу поднимается вот именно та река когда я часто она приходит ко мне которая которая река духа святого река из под престола которая пророчески показана нам в эзекииле 47 главе и вот когда написано что есть разные уровни твоих потоков по щиколотку по колено и по пояс но далее ангел открыл пророку что Иеремия что потом был такой поток и вот когда я говорю о двух категориях отцов которые одна из категорий которые познали вот этот корень познали опыт познали мудрость это тогда когда даже приходишь вот к таким отцам приходишь таким зрелым людям которые и на не только отцы но и матеря и они тебе открывают открывают всю эту сущность по щиколотку по колено и по пояс но есть отцы познавшие безначально в это следующий такой уровень когда они показывают и открывают что какие бы ты классы не проходил какие бы жизненные уроки ты не принял есть такой поток когда ты не можешь опереться на какое-то даже здравое учение потому что даже бывает учение оно закрывает живое присутствие господа учение необходимо потому что в я них во второй главе написано что они пребывали в учении апостолов и пророках но есть уровень тот когда учение оно не может идти впереди тогда когда необходимо господи твое присутствие и поэтому пророк показан вот именно в этом движении в том потоке когда он не может опираться не по щиколотку не по колено не по пояс потому что потом этот поток несет и бывает так несет что ты не знаешь где голова где твои ноги потому что здесь надежда только на тебя дорогой дух святой как ты визит или открываешь что ни одно весельное судно даже на именно такие лодки не войдут именно в твое присутствие она не может пройти именно в твое господи то царство которое ты хочешь нам открыть потому что ты не хочешь никаких барьеров никаких заборов господи ты хочешь прикосновения как тело к телу кожи кожи господи тогда когда мы попадаем в поток который не закрывает от нас ни одно ни один борт никакой лодки не ничто и никто только ты и мы дорогой наш господь и поэтому поднимая эту молитву господи за отцов за матерей за вот это пожилое поколение господь я господи просто благодарю тебя что получил именно то слово которое в исходе 23 главе оно фундаментальное в этой молитве оно центральное в этой молитве служите господу богу потому что я сейчас пришел еще с одной молитвы где просто по списку перечнем приводилось столько фамилий и так много было но не только молодых а именно пожилых людей которые нуждаются в исцелении во мне вот это поднялось слово о пожилых людях поднялось слово из исхода 23 главе где написано о том что служите господу богу и он благословит хлеб твой и отвратит от тебя болезни и не будет преждевременно рождающих и под ними даже шершни которые пойдут впереди тебя для того чтобы разогнать всех врагов и поэтому господи для некоторых это слово оно просто как ключ для того чтобы встать служение для того чтобы встать вот в такие молитвы молитвы ходатайства войти в те позиции которые сегодня могут занять именно зрелые люди такие к примеру как захария о котором написано что в порядке своей очереди он пришел в храм который дисциплинированно выполняют твою работу господи приходя вот именно на те места на которых ты хочешь видеть и где течет вот этот поток я высвобождаю отцов я высвобождаю матерей я высвобождаю апостолов и пророков во имя иисуса христа и господи тогда когда человек он просто приходит и встает в твой поток и становится как водяной мельницей когда она раскручивает лопасти тогда когда через вот эту мельницу не пройдет ничто именно что ты хочешь господи оставить если ты молчишь мы даже не переживаем потому что это молчание но для того чтобы просто наслаждаться твоим присутствием а если ты что-то говоришь что это слово твое сразу оно на наших устах для высвобождения воли твоей но господи мы не можем тогда пропустить ничего тогда когда мы в правильное время на правильном месте господи под твоим словом дорогой мой господь как в притчах 8 главе написано о том где ты господи на перекрестках дорог ты господи на улицах но даже ты господи при дверях это тогда когда господи любая дверь которая в правильное время открывается мы не можем от тебя пропустить ничего потому что мы бодрствуем на страже своей поэтому слово мое сегодня о том чтобы вот это зрелое поколение оно реально стало оно перешло от пожилого такого как бы сказать уровня в зрелое поколение потому что господи ты хочешь слышать молитвы ты хочешь слышать пророчество ты хочешь быть в служении ходатайства господь видеть этих людей как примеру симеон который встретил на восьмой день иисуса христа которого несли для обрезания в храме как анна который было восемьдесят четыре года которая пророчески молилась в молитвах ходатайства для того чтобы мессия пришел эти люди они увидели твое присутствие поэтому дорогой мой господь я благодарю тебя господь и высвобождаю и ставлю опять в центр это слово господи просто даю в руки ключ чтобы господи взрослое поколение когда молится за исцеление когда слышат эти молитвы они могли господи принять боже аллилуйя именно то призвание которому ты призываешь как симеона как анну как захарию для того чтобы не принимать на себя господи вот именно то слово чтобы они просто пожилые они просто старые нет господи чтобы они вышли господи в позицию отцов и матерей во имя иисуса христа и силу духа святого аллилуйя аминь ангелина я приветствую тебя вижу ты подключилась может быть есть у тебя какое-то слово или ты хочешь помолиться здравствуйте ну помолиться нет сейчас у меня нет возможности а вот сказать допустим слово у меня есть что я как раз стала писать это в чате дали возможность сказать я верю что в последнее время бог будет и ему угодно постановлять новых пророков новых апостолов послужителей из молодого из более молодого поколения чтобы люди которые более зрелого возраста уходили в тыл для того чтобы поддерживать молодых молитвы и служений вот чтобы потому что если человек даже очень немощный там больной лежачий ему ему все-таки подвластно молиться а молодые молодые руки молодые головы подчиненные христу они могут сделать несравненно больше чем люди которые уже преклонного возраста их сила в молитве вот вот во что я верю ну аминь да поэтому мы в этом молитвенном присутствии конечно поддерживаем это слово в этой молитве потому что на самом деле есть библейские примеры когда к примеру мы говорим о табылии и реально у него было такое но мощное сильное можно сказать даже звездное такое служение в отношении того когда силу своей он но точнее господней силу этого своим служением и там 850 пророков было уничтожено и огонь сошел на жертвенник плюс бежал впереди колесница охавовой и молился и пришел дождь и казалось бы что это будет продолжаться и дальше но потом мы видим что господь хотел перестроить его служение вот то о чем ангелина ты как раз говоришь это именно то что мы и как сказать вот служители более ну может быть такого взрослого поколения их задача передать вот эту эстафетную палочку молодому поколению да и вот как раз вот мы когда про илью говорим ведь мы говорим что он там был под можжевелым кустом в пещере депрессии а ведь если посмотреть на эту связку то мы можем увидеть что ведь не просто так он туда попал он бы меньше был бы под можжевелым кустом меньше вот в этой пещере депрессии если бы сразу понял я вот почему сказал но в кавычках такое о звездном служении просто людям уже как бы сказать вот таким отцам им не хочется передавать помазание им не хочется передавать вот эту мантию да и вот и вот и потом же в конечном итоге он встретился с господом и господь ему что сказал он его послал к елисею и вот как раз высвобождение вот этого молодого поколения поэтому ангелина мы с тобой высвобождаем вот именно это молодое поколение чтобы вот это но старое в кавычках поколение опытное мудрое оно как раз не препятствовало бы этому потому что если посмотреть на историю или вот ты во мне такие вещи подняла а когда он господь ему показал вот возьми елисея ведь как он передал ему мантию он бросил мантию и ушел по сути дела не дождавшись елисея который при двенадцатой паре валов он сперва сжег раздал а потом побежал за ним и вот смотрите как он его водил если смотреть карту вот израиля то там как ведь произошло все за иорданом а они были на одной стороне иордана где был долгал где был вефир и где был иерихон и если помните то он же ведь элисей он говорил элисею что ты идешь за мной останется здесь а он нет не останусь жив господь и жива душа моя не покину не оставлю тебя а ведь долгал это что долгал вот как раз мы вот по водному крещению говорили это обрезание и вот казалось бы люди уже обрезаны но он ему и говорит ну ты уже обрезан ну к примеру тоже не материшься ты уже не делаешь каких-то плохих дел а что ты идешь а станции горит здесь на этом холме он ведь нет я пойду дальше потом он вифиль пошел а вифиль как дом божий переводится но уже в церковь ходишь там ведь не просто так что-то там помогаешь делаешь я пошел дальше нет жив господь жива душа моя не покину не оставлю тебя пойду горит вместе с тобой и они в эрихон приходит как руфь поступил да да и в эрихон приходит в эрихоне та же самая тема эрихон это уже ведь это же место такое историческое где это первая крепость в обетованной земле которая была взята народом божьим это тогда когда может быть через твои руки исцеление произошло когда через твои уста какие-то но мощные вещи произошли что барьеры стены рухнули а он говорит нет и вот тогда когда они перешли ордана и ордан это изменение еще такой переход паска называется и вот тогда он говорит да я проверил тебя ну и проси что хочешь вот когда вот мы допустим читаем просите у отца у отца во имя мое у меня во имя мое я дам вам вроде просим а бывает некоторые люди ведь много чего не получают а почему потому что они не перешли вот этот ордан где господь он доверяет тебе уже играть проси что хочешь это представьте себе такой ответ получить проси что хочешь и ты как если ты плотской человек то скорее всего ты будешь просить не божьих вещей тогда ты никогда вот такого ответа не получишь а вот тогда когда господь видит твое сердце он говорит аминь говорит так проси что хочешь он говорит я двойного помазания прошу и это именно получил вот этот молодой человек от или который не очень то хотел передавать это все вот так вот у нас такая же проблема вот у нас вот конкретно в той общине в которой меня бог насадил такая вот проблема кабинет кабинет директор как там совет директоров или как по-другому это назвать кабинет да правительственный уже нет я вот такая мысль сразу пришла ангелина у меня мысль такая пришла а тогда может быть и передавать нечего и не от кого понимаете потому что это же ведь не просто передача позиции а это передача вот я я сегодня сегодня у меня мой друг служитель он значит и проповедовал много он очень много реабилитационной работы занимался уже не буду говорить город большая работа была и потом вот он значит больше реабилитации занимался много и и проповедовал в одной церкви и даже вот замещал пастора когда вот уезжал и и потом пастор начал ревновать и он не эти вещи рассказывает а пастор начал ревновать и маленько его двигать выдвигать начал почему говорит потому что говорит ну и люди какую-то определенную свободу начали подводить и он сказал мне говорит ты не пастор вот такое поэтому я тебя не могу дальше двигать он говорит а как я я проповедовал я здесь учил ты же уезжал я как бы это все делал почему ты вроде как меня двигаешь и в общем конечном итоге он его выдавил а теперь послушай а теперь послушай не так давно буквально но вот может быть с месяц назад он значит был избран главой муниципальных поселений их 18 и 18 вот таких поселений и что интересно а что за поселение не понимаю а это поселение ну в смысле там ну как сказать там поселки городского типа потом а политики в этом городе образование муниципальные это это такое но это не город и не города вот именно вот такие поселения но потому что его до поселки у него потому что там свое время было выделено на бывшая такая-то лесопилка потом школу ему отдали а под работу этажную плюс еще там какие-то ну там много полей вот именно для этой работы и это на котором он был его сделали главой еще 18 поселений он раньше бизнесом занимался еще в 90-х годах когда а потом вот господу пошел и вот начал наркоманов алкоголиков вытаскивать и так далее но эту работу заметили и вот он пришел и он и и я ему говорю дорогой я говорю ты не переживай потому что потому что говорю он с одной стороны конечно зависть и все остальное но может ревность авторитет он боялся потерять авторитет что ты не пастор но ты апостол и вот понимаешь дело в том что мы иногда сражаемся за позиции в церкви но да господь то хочет нас двинуть куда ведь церковь должна распространиться в обществе она должна распространиться на всех вот таких семи горах которые на но скажем из которых состоит этот мир культура спорт там политика даже в военных частях должна быть церковь для того чтобы нести слово божие иначе как туда попасть и вот когда церковь направлена не внутрь а тогда когда церковь направлена извне вот тогда мы на самом деле можем наблюдать не пасторское помазание которое под себя тянет а именно апостольское помазание которое распространяет саму церковь потому что мы есть эта церковь и вот именно вот это слово поэтому вот когда мы говорим вот о том что тяжеловато отдают помазание мантию, эстафетную палочку люди вот именно зрелого поколения, ведь Господь-то как запланировал, я вот сейчас молился в Малахии 4 главе это также написано, что верну сердца отцов к детям, сердца детей к отцам это именно та тема, когда мы нуждаемся друг в друге, вот в их передаче, вот в их рукоположении в их, вот как бы сказать, мудрости и опыте и вот когда вот мы говорим об Иле из Самуиля, там же вот смотрите, там же интересная вещь произошла Самуила Господь звал, а он куда бежал, вот это идолопоклонство когда мы думаем, что это не Бог, а только человек вы маленький, ему простительно нет, интересно но я хочу-то вот на чем поставить ударение, на том, что Иле научил его слышать голос Божий, он говорит, слушай, это зовущий тебя зовет, а другой бы мог как сказать, да иди спи и отдыхай вот я тебе что скажу и сделаю а ведь он там потом что получил он получил, что, говорит, из-за беспредела детей священников, которые у тебя ну не за то, что они беспредел делали, а то, что ты смолодушничал и допустил их до служения, то будет ну суд, и посмотрите, другой бы что сделал, сказал бы слушай, отодвинься, ты не пастор ну как мы сейчас говорили, и вообще что ты со мной разговариваешь, отойди от меня и так далее, и гнобить бы начали а этот наоборот, на свою волю Господню, вот такая связка она необходима между молодыми и зрелыми твоими Иисусами спасибо, Ярослав, я еще хотела сказать что вот Ефесиным 4 глава 11 стих написано и самым некоторым даровал стать апостолами, другими пророками, третьими проповедниками, благовестными, четвертым апостолами, учителями, чтобы они получали и опекали людей Божьих это о чем говорит, о том, что учителя должны сделать себе смену а вот то, что я вижу, никакой смены нет и даже и не собираются как бы молодые одни убегают, потому что не видят доброты не видят, видят только закон сплошной наставление, упреки дергивание, а другие от того, что им нечем там заниматься то есть неохота быть просто посетителем а охота что-то делать и не просто как вот там взрослое поколение уже к этому я знаю нескольких людей, которые на это смотрят как на карьерную лестницу что я вот добился некого успеха в карьере на работе у себя я пришел в церковь и здесь тоже я поднялся до неких вершин чтобы меня тут все слушали, уважали и почитали вот с этим я сталкиваюсь и причем как я вам уже говорила есть у меня служение которое вообще не принимается там но вы к меня там поставили стрелы но я ничего не могу сделать я не могу изменить ситуацию вот так ну да, Ангелина, хорошо они меня не слушают это то, что сказали есть слово такое как бы у меня пост один раз был написан карьера на божьем помазании господь дает помазанию а люди строят карьеру поэтому давай мы тогда закончим эту молитву слава богу и провозгласим чтобы все то, что мы сейчас обговорили показали мы представили это пред тобой и мы верим, Господь что ты трясешь как трясешь этот мир ты трясешь и эту церковь для того, чтобы пришли не только новые формы и форматы но чтобы пришла вот эта сущность я благодарю тебя, Господь что мы встречаемся что мы находимся и ты используешь, Господь братьев, сестер, Господь с помазанием пятигранного служения которое где-то и не принимается но, Господи, она принимается в новых формах в новых форматах для исполнения воли Твоей будем благословенны ну хорошо если что, где-нибудь еще договоримся звонимся я хочу еще сказать одно слово что по поводу вот на этой точке Бог мне открыл что такое по плоти служить а что такое служить по духу вот разница в мотивах и разница в силе которая толкает тебя на служение аминь согласен ну хорошо ну с Богом спасибо большое спасибо 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 спасибо